МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из федеральной в региональную Ненецкий округ ждет указа президента о передаче морского порта в собственность округа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Порядок выделения субсидий оленеводам стал темой дискуссии на заседании администрации округа. Как учитывать погибших животных и есть ли смысл учитывать их при начислении субсидий, в теме разбирался Дмитрий Щепанов. Цены на молочную продукцию в регионе стали фиксированными. С 1 июля цена в розницу не может быть вышеустановленной. Так сколько же будет стоить литр молока? Узнаем очень скоро. Цены на молочную продукцию теперь будут фиксированными. Это сделает молочку доступной для жителей округа, а у хозяйства и потреб общества могут появиться собственные оборотные средства. Эти и другие важные вопросы обсудили сегодня на традиционной планерке главы региона. Алина Вучейская продолжит тему. Начали планерку с отчетов. Одной из важных проблем остается падеж олени на острове Колгуев. Сейчас там завершилась работа комиссии, ожидается возвращение специалистов из тундры, которые расследуют причины массового падежа. Приследования закончены. Вчера все завершено. Сейчас проводят анализ. Выгоды и результаты будут представлены на этой неделе. Но мы ожидаем сегодня-завтра результаты будут. По-прежнему одной из больных тем в нашем регионе остается ситуация по содержанию и ремонту дорог. В этом году ремонтом и благоустройством проезжей части занимаются два предприятия. Доргимстрой отвечает за областные и федеральные дороги, комбинат по благоустройству, облагораживанием придорожных территорий. Впрочем, удовлетворительного состояния дорог можно добиться лишь совместными усилиями, отметил глава региона. Наши дороги яркий пример плохого исполнения своих полномочий, как округом, районом и поселениями. В связи с этим предлагаю, Владимир Викторович, усилите контроль за работой в данной сфере и представьте, пожалуйста, предложение по кадровым решениям управления строительством ЖГХ-АНАУ и ВГУП, Нарима, Дор-Рим-Строй. Обсудили и проведение в округе единой государственной аттестации. Не справился с ЕГЭ один выпускник. В целом же по округу ЕГЭ и ЕГЭ прошли без инцидентов. В целом, в принципе, сейчас готовим анализы и отчеты, которые представлены на конференции в августе, на педагогической конференции, проанализируем. И будем готовиться к новому учебному году. Сейчас у нас стартовала кампания по приемке образовательных организаций к новому учебному году. Бурно обсуждался вопрос по благоустройству населенных пунктов. В мае было принято решение выделить на эти цели средства из окружного бюджета. Соглашения пока заключены с шестью муниципалитетами. Это Красная, Великовисочная, Тельвиска, Каратайка, Ома и Индига. Остальные населенные пункты пока не направили необходимые документы. Глава региона также отметил необходимость перехода на индексацию муниципальных образований региона. У населенных пунктов должна быть возможность самостоятельно распределять средства и расставлять приоритеты. Также Игорь Кошин дал ряд важных для развития региона поручений. В их числе вопрос по передаче Наринмарского торгового морского порта из федеральной собственности в региональную. По результатам встреч с коллективом предприятия администрация округа проработала этот вопрос с Росимуществом. Теперь Управлением экономического развития округа государственного имущества необходимо направить в Минтранс России Росимущество и другие ведомства документы, требующиеся для подготовки проекта указа президента о передаче порта в собственность Ненецкого округа. Морской порт имеет для округа стратегическое значение, считает глава региона. Однако пока мы не можем не отремонтировать причальную стенку, не обследовать акваторию порта, организовать дноуглубительные работы, что препятствует развитию предприятия и Наринмара в целом. Порядок выделения субсидий оленеводам стал темой дискуссии на заседании администрации округа. Виной тому падёшь олени в некоторых хозяйствах округа. Как учитывать погибших животных и есть ли смысл учитывать их при начислении субсидий? В теме разбирался Дмитрий Щепанов. Выплата субсидий оленеводческим хозяйствам предусматривается в рамках постановления администрации округа. Проект постановления представил начальник управления АПК и торговли Сергей Киселёв. Суть вопроса заключается в том, что субсидирование на голого оленя в размере 300 рублей в год на голого оленя. Наличие такой строки в бюджете НАУ позволяет привлекать федеральные средства, за счёт чего сумма помощи почти удваивается. И оленеводы получают из бюджета в общей сложности 30-35 миллионов. Однако такая поддержка оборачивается проблемами. В погоне за головами сельхозкооперативы допускают перевыпас оленей. А это оборачивается падежом животных на истощённых пастбищах. По сути, безнаказанным. На павших после 1 января оленей субсидия тоже предусмотрена, как на живых. Таков федеральный закон. Учёт оленей ведётся на начало года. Позицию управления финансов денег на мёртвые души не давать. Тем более, что павшие олени переписаны и зарегистрированы. Неточности здесь не будет. Сергей Киселёв с этим не согласился категорически. В итоге большинство проголосовало за принятие субсидий в их нынешнем виде. Переработать подход в установленные сроки невозможно, не вызвав кризис в сельхозкооперативах. Однако на следующий год Игорь Кошин поручил учесть ошибки и подходить к вопросу взвешенно. Не выделять субсидии на мёртвых оленей и готовить документы вовремя, чтобы субсидии по состоянию на январь не обсуждались в июле. Ещё одно поручение в Рио главы региона – подписать договор, по которому администрация могла бы влиять на кадровую политику СПК. Потому как вопросы есть не только к выделению субсидий, но и к их освоению колхозами. Дмитрий Щепанов, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Цены на молочную продукцию в регионе стали фиксированными. С 1 июля в розницу нельзя продавать сметану, сливки, масло, молоко, кефир, бифидок, снежок и йогурт по цене вышеустановленной. Это новшество касается только продукции Ненецкой агропромышленной компании. Однако остальные поставщики подтянутся, уверены в управлении АПК и торговли. Таким образом, молоко в магазинах будет стоить не более 50 рублей за литр. Ещё 100 будет получать Ненецкая агропромышленная компания. Предельная цена масла составит 400 рублей за килограмм, а 2500 доплатит бюджет. Сметаны и сливки будут стоить 200 и 250 рублей. Остальное покроют налогоплательщики. За нарушение установленной цены магазинам и розничным сетям грозит немедленное расторжение договора. С 1 июля прошлого года мы реализуем по цене его 43 рубля в торговлю. Торговлю отделает накрутку и больше 50 рублей никто его продать не может. Если факты есть, мы обязаны сразу подогровать закупник родительства. Осталось привести в соответствие цены для бюджетных организаций. В дополнение к субсидированию розницы нужно добавлять такую же сумму для закупок молочки в детские сады и школы. В управлении АПК уверены, что остальные поставщики тоже подтянутся. Поставщики другой продукции вынуждены будут тоже фиксировать свои цены, снижать их и так далее. И безусловно, прежде всего, это то, что мы в нашем молочном животноводстве именно вводим стимул на увеличение производства молочной продукции. Сейчас прервемся на короткую рекламу и вот о чем пойдет речь далее. Активисты отделения Общероссийского народного фронта в Неницком округе провели мониторинг жилищного вопроса. Как оказалось, жалуются не только на ветхое и аварийное жилье. Вопрос об исполнении органами государственной власти законодательства о безопасности дорожного движения рассмотрели в прокуратуре Неницкого округа. Там прошло межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов. Лайтхаус-кафе – это место вне времени и без напыщенного гламура. Приятные моменты, встречи с друзьями, чудесные новости, вкусная кухня – это мгновения, ради которых мы живем и для которых мы открыли Лайтхаус-кафе. Первомайская, 7А, 8-911-591-44-44. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламы на телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Активисты отделения Общероссийского народного фронта в Ненецком округе провели мониторинг жилья. Как выяснилось, с трудностями сталкиваются не только жильцы ветхого и аварийного жилья, но и те, кто получил квартиры в новостройках. Новоселы сталкиваются с такими проблемами, как удаленность от социально значимых объектов, отсутствие дорог и прочими весьма неприятными моментами. Эти вопросы на круглом столе обсудили члены регионального Общероссийского народного фронта, представители власти и жители города. Складывается, как карточный домик. Деревянная двухэтажка по улице Пионерской с каждым годом буквально уходит под землю. Причина – гнилой фундамент. По коридорам первого этажа вместе с маленькими детьми гуляют крысы. Пять лет Елена Пшеничная вместе с другими жильцами борется с несправедливостью. Дом признали аварийным, но переселять жильцов собираются только в конце 2016 года. Ну ведь это абсурд. Но не доживём мы до 2016 года. Вот за последние только годы, мы мониторинг периодически проводим в этом доме, за последний год ещё пара сантиметров ушла, а он всё сильнее и сильнее садится. То есть, чем больше он начинает гнить, тем больше он начинает осаждаться. А Василий Кухарчук ключи от новой квартиры получил два года назад. После четверти века, проведённого в бараке, мужчине выделили новую благоустроенную квартиру в центре города. Но радовался мужчина недолго. В соседях у него оказалась котельная. Гул, угарный газ из вентиляции второй год не дают покоя новосёлам. Сначала было нормально, а потом стало шуметь, у детей запах, невозможно дышать. Возмущённые своим положением, жители высказали своё недовольство за круглым столом. Встречу организовали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Они занимаются координацией исполнения указа президента в Ненецком округе. Владимир Путин дал чёткое указание – обеспечить всех граждан страны достойным жильём. К сожалению, на сегодняшний день есть вот такие, может быть, отсутствие координации действий по выполнению этого указа. Ну, например, сдаётся дом, красиво проходит церемония вручения ключей, люди все радуются. Но, однако, проснувшись, например, утром, выясняется, что лифт не работает. Управляющая компания об этом не запросилась. Более того, может быть, не назначена до сих пор управляющая компания. За круглым столом обсудили проблему по переселению, а также озвучили цифры и показатели по проведённому мониторингу. Специалисты Гостро и Жилнадзора провели ликбез по жилищным вопросам. Были приглашены и представители администрации муниципалитетов, но почему-то не явились. В планах отделения Общероссийского народного фронта продолжить мониторинг и держать на контроле исполнение указов президента по жилищному вопросу. Алина Волучейская, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Из бюджета Ненецкого округа будут выделены деньги на перенос участка водовода, который препятствует эксплуатации дороги на Ринмар-Тельвиско. Об этом заявила начальник управления ЖКХ и строительства округа Валентина Саутина. Работы будет выполнять предприятие объединённых котельных и тепловых сетей. Как только ПОКИТС выполнит эти работы, вопрос о продолжении строительства будет рассматриваться вновь. Кстати, по результатам опроса жители Тельвиски большинство поддерживают это строительство. В целях сохранения уже построенной части дороги от паводковых вод, в Центрстройзаказчику поставлена задача – выполнить необходимый комплекс работ на возведённом участке дороги. Фонтонный мост в настоящее время вывезен на базу для обеспечения сохранности. Кроме того, предстоит пересчитать затраты, необходимые для продолжения строительства. Вопрос об исполнении органами государственной власти и органами местного самоуправления законодательства о безопасности дорожного движения рассмотрели в прокуратуре Нинецкого округа. Там прошло межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов. Вопрос об исполнении органами государственной власти и органами местного самоуправления законодательства За пять месяцев этого года на территории города совершено 19 ДТП, в которых пострадали 22 человека. Ситуация осложняется ежегодным ростом числа зарегистрированных автомобилей, озабоченность вызывает и ситуация с содержанием дорог, и своевременным устранением недостатков и обеспечением безопасных условий для участников дорожного движения. На совещании было проанализировано состояние безопасности дорожного движения, практика расследования уголовных дел, предусмотренных статьей 264 УК РФ, а также безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений. По итогам совещания решено принять дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Информация о состоянии дел в дорожной сфере направлена в Рио главы администрации округа Игоря Кошину. Невозвратные билеты на самолет 1 июля продавать компании Аэрофлот и ТрансАэро. Такие билеты стоят меньше, чем обычные, за счет исключения риска сдачи. Таким образом, авиакомпания Аэрофлот переводит в невозвратные тарифы бюджеты промо. Также поступает и ТрансАэро с тарифами промо, туристические и дисконт. Вернуть такой билет практически невозможно. Конечно, в случае болезни самого пассажира или его родственника, с которым и собирается лететь, при наличии подтверждающих документов. Возврат билета остается реальностью, но только если уведомить перевозчика до окончания регистрации на рейс. Также вернуть деньги можно при нарушении договора перевозки, например, при большой задержке самолета. Аэрофлот установил фиксированный штраф за возврат билетов для тарифов группы «Оптимум» эконом-класса, отменив 25-процентный штраф за отказ от полета менее чем за 24 часа до вылета. При отказе менее чем за 40 минут тариф становится невозвратным. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, сразу после нее продолжим. Учебно-полевую практику прошли студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. В неделе группа из 18 человек провела в районе реки Большая Светлая на Северном Тимане. Акция для рекламодателей «Лето на Севере». Получите 90 выходов в вашей рекламы на телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем выпуск. Проект государственной программы Ненецкого округа «Реализация региональной политики» обсудили на Совете по разработке госпрограмм. Программа направлена на укрепление нации и этнокультурное развитие народов России, поддержку некоммерческих организаций, развитие межрегиональных и международных связей и обеспечение региональной политики Ненецкого округа. Так, в 2015 году планируется продлить субсидирование некоммерческих организаций. Для реализации подпрограммы предстоит провести большую работу. Если на сегодняшний день с НКО «Сферой», деятельностью которых является работа с коренными малочисленными народами Севера, все достаточно понятно, то с национальными диаспорами и национальными землячествами вопросы сохраняются. Их нужно организовать в некоммерческие структуры. Общая сумма финансирования подпрограммы на трехлетний билет составляет 7 млн 814 тысяч рублей. На 2015 год 2 млн 333 тысячи. Многие мероприятия подпрограммы мы сможем реализовать без финансирования. Основные затраты – это предоставление субсидий и грантов некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества и сохранение и развитие традиционного образа жизни, письменности и культуры коренных малочисленных народов Севера. В целом программа реализации региональной политики в Ненецком округе направлена на повышение имиджа нашего региона на всероссийском уровне. Миллион рублей получили сельские клубы на реализацию своих творческих проектов. Деньги выделены в рамках государственной программы Ненецкого округа «Культура». Более 400 тысяч рублей получит Пустозерский сельсовет для реализации двух проектов. Первый малышок объединит в себе занятия для дошкалят по разным видам искусства в единый комплекс. В рамках второго проекта вместо встречи библиотека будут закуплены жидкокристаллические мониторы, которые будут использованы в целях применения инновационных методов работы с читателями в поселковых библиотеках. Приморско-Кульский сельсовет получит более 268 тысяч на реализацию проекта выходного дня «Радуясь играем», в рамках которого будет организована игровая комната при сельском клубе. 309 тысяч рублей получит Канинский сельсовет на реализацию проекта «Школа ремесел», в рамках которого будет организована мастерская по работе по меху. Учебно-полевую практику прошли студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. Две недели группа из 18 человек провела в районе реки Большая Светлая на Северном Тимане. Вместе с учеными ребята обследовали район реки с целью создания на нем особо охраняемого природного парка «Северный Тиман». На территории Северного Тимана расположены особо ценные природные и культурные ландшафты, места обитания редких животных и растений. Актуальность создания охраняемой зоны связана с планами по поиску полезных ископаемых и промышленной разработки этой территории. В рамках поездки мы проводили исследования природных экосистем этой территории. Ну и параллельно знакомили студентов с методиками оценки природных экосистем. То есть они непосредственно со специалистами получали знания по своей специальности. Экологи получили необходимое профессиональное знание. Они изучили основы наблюдения за окружающей средой, методики оценки природных экосистем, освоили биомониторинг, а также научились пользоваться полевыми устройствами и техникой. «Виктор у нас меряет температуру логером воздуха. Только что откопали почвенную яму для описания почвенного профиля». Собранный материал будет изучаться студентами до начала учебного года, после чего им предстоит защитить полученные знания на практике. Студенты в тундре занимались не только наблюдением за природой, но и физической нагрузкой. Участникам экспедиции пришлось доставить в Наринмар камень весом около 300 килограмм. Его привезли по просьбе архиепископа Якова. Валум планируется использовать во время закладки нового каменного храма в Наринмаре. Константин Канев, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Пустозерск 2014. Экологокраеведческий лагерь для детей через несколько дней начнет работу. Такой познавательный отдых для ребят в округе стал уже традицией. Палыточный лагерь в Пустозерске организуется ежегодно с 1997 года. Отдыхают краеведы в районе озера Городецкое на историческом месте первого русского города за полярным кругом. В этом году лагерь будет работать с 7 по 20 июля. Каждый день юные туристы будут узнавать что-то новое из истории Пустозерия. Кроме экскурсий, участников лагеря ждут пешеходные и водно-пешеходные маршруты к памятным местам окрестностей городища. Участие в спортивных состязаниях, рыбалка, наблюдение за погодой и изучение природы родного края. Основные требования к участникам – это, во-первых, отсутствие медицинских показаний, проживание в полевых условиях и физические нагрузки, чтобы не было противопоказаний к физическим нагрузкам. Нужно все-таки пешие переходы есть, и чтобы дети были здоровые. Потом это добровольность участия, конечно же, это согласие родителей, но и способность к самообслуживанию, чтобы дети могли сами за себя готовить и собирать дрова. Под присмотром музейщиков провести лето в Пустозерии смогут 20 подростков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok